Друзья, всем привет! На связи, как всегда, Клоуд Гео. Сегодня мы поговорим о проекте Alien Worlds, о курсе Trilium и о ситуации, которая сложилась вокруг этого проекта. А перед тем, как мы начнем, по традиции, рекомендую подписаться вам на мой Telegram-канал, который посвящен блокчейнам. Тут вы можете найти много интересной и полезной информации о дропах. Также здесь вы можете синхронизировать свой Google Календарь самыми полезными дропами. Для этого вам нужно только перейти по этой ссылке и подтвердить синхронизацию. Google Календарь будет вам сам напоминать о начале дропов. Ссылка на данный Telegram-канал будет в описании к данному ролику. Что ж, давайте приступим к обсуждению. Наверное, стоит начать с курса Trilium. Он просто невероятно сильно вырос. Я прислал уже пост в Telegram-канал, что за неделю он вырос на 270%. Это просто колоссальный рост для такого токена. Ну, скажем честно, уже не популярного токена. Но тут он смог показать себя и многих волнует вопрос, с чем это связано. Потому что у нас нету никаких анонсов, обновлений. У нас нету никаких новостей в Твиттере проекта Alien Worlds. Нету вообще ничего. Все молчат и только жалуются на ошибки. То, что они не могут войти в игру или не могут майнить. То есть просто памп на ровном месте. Я не знаю, с чем это может быть связано. Кстати, напишите, с чем это может быть связано. Может быть, у вас есть какая-то полезная, интересная информация на этот счет. И мы сможем с вами ее как-то обсудить. И я хочу заметить, что это все происходит при том, что биток продолжает потихонечку-потихонечку сливаться. И находится локально в нисходящем тренде сейчас. То есть это вдвойне удивительно для Trilium. Потому что раньше Trilium очень сильно зависело от биткоина. Ну, сейчас в принципе-то ничего не изменилось. Но вот это вот его поведение выглядит достаточно странно. Еще более удивительно, что все это происходит на фоне того, что рост ошибок в проекте Alien Worlds продолжается. То есть все сейчас пишут, что у них ошибка вылазит в Failed to Fetch. Никто не может с ней справиться. Это вот последний пост в Твиттере проекта Alien Worlds. И тут, видите, час назад люди до сих пор пишут, что у них есть эта ошибка. И они не могут ничего с ней поделать. И в комментариях под моими видео вы тоже задавали мне вопрос, что можно сделать, как можно решить. Я оставлю в комментариях ссылочку на вот эту вот страничку. Тут есть решение, как можно избавиться от этой ошибки. И вроде как все у вас должно получиться. Вы должны войти в игру и сможете майнить. Но я хочу сказать то, что нужно это будет делать для каждой вкладки. Если у вас есть несколько аккаунтов, то это нужно будет делать для каждой вкладки. Для каждого аккаунта, для каждой вкладки. И, возможно, эта ошибка, это предвестник какой-то борьбы с ботами. Я не знаю, сложно мне пока в это поверить. Потому что, ну, выглядит это все достаточно нелепо на данный момент. Но если это действительно так, то сейчас у ботов должны быть большие проблемы с этой ошибкой. И им придется, не знаю, какие-то скрипты дополнительные писать, чтобы эти скрипты выполняли все вот эти вот шаги, которые написаны на этой страничке. Чтобы они просто могли работать. То есть, все-таки ботам как-то сейчас будет сложнее. Возможно, на фоне этого триллиум и стал расти. Но я понимаю, что это все звучит как-то слишком мистически. Я просто хотя бы как-то пытаюсь объяснить эту всю ситуацию и такой резкий рост курса триллиума. Конечно же, по всем законам рынка, после такого резкого скачка триллиума поднялись цены на инструменты. Конечно, не на все, но на большинство все-таки они взлетели вверх. И, как мне кажется, это замечательный способ выйти из проекта тем, кто давно это хотел сделать, но все как-то застрял и не хотел по дешевке продавать свои NFT. Сейчас у вас есть замечательный способ все продать и выйти с этого проекта, забыть про него и заниматься своими делами, искать другие какие-то проекты. Но все-таки я бы рекомендовал какую-то часть NFT сейчас оставить. Может быть, это второе дыхание проекта Alien Worlds. Вторая его жизнь. Сейчас выйдет обновление и все вот как ступеньки пойдет вверх. Хотелось бы, конечно, в это верить. Посмотрим, время все это покажет. Но имейте это в виду, держите в голове то, что сейчас есть замечательный способ выйти с проекта навсегда. Вот такое видео получилось с моим мнением, с моим видением всего этого. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Почему курс триллиума так быстро пампнули? Почему столько ошибок появилось в игре? С чем вообще все это может быть связано? Мне будет очень интересно почитать и подискутировать с вами. На этом буду заканчивать. С вами был Клод Ео. Всем удачи, всем профита. Всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok